привет народ сегодня это ганс миллер народная прокуратура сегодня поговорим про сотового оператора которыми я долго пользовался билайн про его отвратительную работу отвратительно и фактически никакого контроля со стороны контролирующих органов нету смысле чтобы заставить там что-то улучшить ситуация такая что на улице сигнал ловится отлично но если я нахожусь дома то сигнал когда билайн появился здесь он просто не ловился то есть они билайн и другие сети когда запускают уже сеть они сначала строят строит ее там говорят да покрытие есть причем я нахожусь и находился вот про точку говорю зоне которая всегда обозначена как покрытая но они конечно пишут что там может прерываться но но в городе в городе нахожусь и не в подвале не за толстыми стенами в хламовом доме в панельном стена 30 сантиметров так то есть сигнал должен ловиться и появился данным давно вообще просто не ловилась потом кое-как сигнал немного улучшился и вроде связь было но в 2014 году связь он показывает выделение вот до 45 делений но сигнал все время летает на любом оборудование оборудование в порядке вот именно у этого телефона хороший прием улетает просто от пяти до нуля это как я понял частота используется 1800 высокая она быстро затухает и вот ударяется в один дом еще в пару стенок и затухает расстояние до вышек вот я посмотрел карту может нет монитор . ру здесь можно посмотреть выше вышки я нахожусь в нескольких сот метров то есть совсем недалеко можно покрыть сделать покрытие в городе можно сделать можно немножко развернуть базовую станцию немножко усилить сигналу весь год сигналу так летает ты хватаешь так пытаешься ответить включайте и все и разговор рвется и даже когда деление есть сигнал половина слов пропадает я ничего не слышу люди не говорят я давал заявки что поправьте улучшите то есть надо было немножко антенку повернуть еще поставить но если ставить очень дорого то просто повернуть еще вторую добавить масса способ ничего сделано не было ничего не знают потом сказали что как будто ее сняли потом рядом поставили на самом деле может быть и убрали может быть немножко помехи возникли но это все можно было поправить но они смотрят только на на свой счет как люди платят им деньги и я тоже платил деньги интернет купал их на день но все это так вот и закончилось они сказали что что ничего делать не будут каждые все слова каждое второе слово вылетает каждый второй разговор уйдется и ничего делать они будут и пожаловаться естественно больше никуда не могу потому что изначально всем операторам как вы смотрели карта там написано покрытие но возможное то есть даже на улице не то что в доме на улице не гарантируется волны улетели сбоку кто-то приехал включил двигатель он помехи дает и все в общем полный беспредел деньги собирают огромные деньги причем только что недавно читал построили дата-центр ярославль и по-моему 4 миллиарда рублей потратили здесь вот надо было сделать я же не один нахожусь в этой точке плохого приема здесь немножко надо было вот потратить немножко сил времени немножко десяток тысяч рублей которые обесцениваются но ничего сделано не было и я написал заявление на переход как сделали уже год назад переход и сейчас перехожу чем этот переход тоже был склонадой сейчас происходит пришел те офисы которые куча есть например они не все являются офисами офис приходите там написано билайн а это не офис это дилер и он не может ввести ваши какие-то данные измененные я пришел у меня поменялись некоторые данные и работник сказал да я все внесу данные но ничего не внес а я уже заплатил 100 рублей за переход другому оператору и другому оператору я уже три раз ходил потом еще раз я пошел они стали прикидываться новости белая на что ничего не знают что все нормально носили и наконец-то сделали бумажку при переходе должны заявления себе данные нести человеку отдать печатью вы должны проверить все данные и тогда уже уйти к оператору другому на переход но если у вас данные не меняли сразу можете идти хотя данные все равно лучше проверить потому что если они не совпадут то могут то не перенесут просто номер я уже сходил два раза пришлось сходить еще они иногда требуют кроме паспорта еще какие-то другие бумажки на паспорта достаточно на самом деле по закону и пришлось не заплатить еще второй раз 100 рублей а вот этот первый раз по вине оператора опять того же билайна может быть мне вернет другой оператор и сейчас вы должны перевести в течение десяти дней так что так что внимательно следите за теми организациям которым сталкивались из положительного за все время могу сказать про билайн в кабинете но это появилось где-то год назад у них два детализация нормальный детализация можно посмотреть кто звонил куда какая стоимость передачи данных она бесплатная нормально все должны так сделать но другие так не делают они продают опять беспредел не защищает контролирующие органы законы не защищают людей хотя это вполне можно было прописать детализация человек же говорит а потом он хочет проконтролировать из-за этого платить деньги еще это просто беспредел и со стороны операторов но естественно делают то что им дают возможность в итоге при их ней кривой работе у них мега прибыли они все время почитайте любые статьи они врут что маленькие там кредиты набираем у них это мега прибыльность стоимость самой вот этих разговоров около одной копейки в сети и между другими сетями даже если внутри сети копейка другую середину должны работать но это две копейки становятся то что установлена цена 90 копеек рубль между операторами вот этот вот платят друг другу то это просто взята это ничем не обоснованного цена взята из башки чтобы эти миллиардные прибыли поддерживать и ладно вы были у них миллиардные прибыли может быть я тоже не против миллиардной прибыли но вот я говорю элементарный вопрос копеечные копеечные здесь не был решен с качеством связи а еще очень важный вопрос где то то же самое год-два поддержку билайна звонишь и ожидание 20 днем вечером и важно 20-25 минут это они сократили операторов причем что прибыль у них не не снижаются вы не не верьте сократили перенесли в какой-то город где дешевле электроэнергия рабочая сила дешевле ну это переносит пускай но не дозвониться 25 минут потом в 28 минут 15 секунд опрывается разговор ты не можешь дозвониться я звоню иногда по поводу плохой качестве связи вообще можно сказать им не звоню и то не мог дозвониться они сделали перезвон перезваниваю да примерно в то время что говорят почему поддержка сама не отвечает это просто ужас ну просто экономит они но нельзя на этом экономить что тут экономить сделали здесь нормальную бы зону приема все я был по именно по этому вопросу мне звонил и реализацию сделали я смотрю и не звонил причем на в кабинет этот билайн сделали бы бесплатный вход через точку доступа билайн но по моему он не работает вот такие элементарные вещи пока что вспомнил уже получается ролик длинные тяжело будет смотреть вам все эти данные используйте сами полезное что-то сообщайте и только люди сами себе могут помочь эти не операторы не чинуши поганые будут вам только врать что у них нету прибыли сами миллиарды куда-то утащив минута разговора стоит копейку примерно себестоимость по рубли рубль 50 с проводного все это вранье никому не верьте либо вам должны как-то это обосновать документами и даже если они обосновать эти документы они все будут фальшивые помогайте сами себе друг другу хорошим людям всем спасибо до свидания это народная прокуратура пока